мам дай фартук и карандаш перед нами особый случай это кулинарная книга но не обычная а детская а значит готовить с ней должно быть легко и весело а если готовить надоело с ней можно поиграть по-другому начнем рассказ с рецептов ведь в кулинарной книге по идее не главное так ли это поймем позже рецепторы сортированы по сезонам в соответствии с теми продуктами которые в этот сезон можно достать но все рецепты объединяет одно это вкусняшки то что ребенку может захотеться приготовить от смузи до цветаевского пирога все рецепты разделены на три уровня сложности чтобы знакомство с готовкой прошло без разочарований и усталости на обложке написано для самостоятельных детей это значит что в книге подробно расписано какие бывают кухонные инструменты какие инструменты нужны для данного три рецепта сколько и каких продуктов может понадобиться сами инструкции подробные и понятные и это совершенно не значит что ребенку нужно выдать необходимое и отпустить свободное плавание надоело готовить в книге есть и другие активити оформленная ручными рисунками она просто просит иногда буквально чтобы раскрасили дополнили дорисовали между рецептами можно найти полезную информацию о кухонной утвари о том что брать на пикник как прорастить семена и что такое zero waste а можно просто составить список дел на лето некоторые страницы можно отрезать и собрать из них конвертики или фантики с пожеланиями для приготовленных лакомств тут конечно стоит отметить что качественная плотная бумага отлично подходит для передачи цвета но не очень для заворачивания мягких конфет но ванда развел даже живой что примерно переводится как сила есть ума не надо в конце книги расположены ссылки где найти еще больше аппетитных рецептов или еще больше узнать про zero waste а также обложка которая служит прекрасной закладкой для рецепта на который вы нацелились а теперь к началу я сказал что рецепты вроде как главное но эта книга оставляет совсем другое впечатление главное это интересно провести время играть использовать ее интересоваться новым а оставляйте ее собирать пыль на полке это просто преступление